сегодня у нас на тесте honda hrv в комплектации спорт и честно говоря я не очень хотел брать эту машину на тест потому что потому что я устал от автомобилей на бортах которого производитель сегодня пишет спорт добавляет какие-то интересные яркие цвета потом делает сиденья в нескольких комбинациях потом подсвечивает тахометр и спидометр а потом оказывается что под капотом тебя ничего не ждет у тебя такой же овощ как в обычной базовой модели или в какой-нибудь комплектации elegans или что-нибудь в этом роде в общем все время казаться но никогда не быть и конечно очень неинтересно и достаточно сложно рассказывать про такие автомобили потому что ты должен перечислять какие-то вообще невнятные маркетологические вещи вот вы знаете вот эти три полоски они символизируют дух спортивный боевой дух этого автомобиля и вот если когда-нибудь он поедет на ралли и у него будет настоящий мотор настоящая подвеска и настоящая управляемость то ого-го эгэгэгэй мы навезем но знаете похоже мы не поедем на ралли похоже мы не поедем на кольцо мы будем продавать автомобиль вот с этими яркими красивыми полосочками потому что потому что люди и так это покупают так вот пацаны сегодня вы смотрите программу две лошадиные силы которая тестирует хонду и черви в комплектации спорт не потому что у нее внизу покрашен обвес в черный глянцевый цвет не потому что здесь есть какая-то новая радиаторная решетка не потому что спереди а много хрома и глянца не потому что даже здесь сзади есть настоящая сдвоенная выхлопная система нет дорогие друзья сегодня мы тестируем хонду и черви потому что под капотом наконец-то находится настоящий мощный мотор один и пять турбо в тек мощность мотора сто восемьдесят две лошадиные силы крутящий момент двести двадцать ньютонов на автоматической коробке вернее на вариаторе cvt этот автомобиль с передним приводом разгоняется до сотни за восемь и шесть секунд но я верю что он это делает быстрее потому что хонда всегда заявляет разгон с запасом чтобы владелец этого автомобиля был счастлив от того что машина разгоняется быстрее чем на бумаге они как делают это многие производители у которых ты встречаешь цифры семь четыре и шесть пять и девять а потом машина едет восемь восемь и ты платишь за эти секунды невероятные деньги и ничего не получаешь так вот гарантированно восемь и шесть и даже меньше насколько это быстро если мы говорим о настоящих скоростях да не так чтобы очень но если мы говорим о компактном кроссовере на каждый день который должен ехать с расходом семь с половиной семь и три литра но при этом однажды вы нажимаете на педаль газа все это взрывается из-за турбины и машина начинает очень быстро ехать если мы говорим о кроссоверах конкурентах которые есть в этом классе коды и черви действительно хочет быть а не казаться да у нее сзади торсионная балка но при этом все настройки изменены настройки амортизаторов изменены у нас появился перфоманс дампер это такой специальный стабилизатор который собирает машину до кучи и в принципе можно провести аналогию как в мотоциклах такой же демпфер стоит который не дает расколбашиваться вот такой вот есть термин у мотоциклистов не дает расколбашиваться мотоциклу когда он попадает в резонанс honda и черви отлично рулится это машина которая может вас удивить да кое-кто может сказать что на плохих украинских дорогах подвеска будет работать достаточно жестко ей может не хватать энергоемкости но ребята ведь разработчики также думали о внешней стороне вопроса потому что сегодня быть и не выглядеть элегантно но вы ничего не продадите как я люблю говорить сегодня без качественного промышленного дизайна вы не сможете продать даже открывалку поэтому конечно же honda пытается играть по правилам восемнадцатые черные диски низкопрофильная шина достаточно и понятно также что это влияет на комфорт автомобиля внутри в салоне все перекликается с внешностью автомобиля у нас бордовые вставки из искусственной кожи у нас подсвеченные колодцы на щитке приборов у нас много глянца в салоне везде куда прикасается моя рука я сталкиваюсь вот с этой самой искусственной кожей и все что меня не устраивает в салоне это только вот эти вот тканевые верхние части карты дверей потому что я их побаиваюсь потому что я свиня я могу все это испачкать своими жирными руками я очень часто могу что-то грызть внутри автомобиля и потом все это придется чистить естественно компания honda зуб дает за то что все это чистится просто ребята пушка ракета вам не нужен кожаный салон вот это все работает ну не знаю когда у меня появится новая honda обязательно вам расскажу что же с этим всем произошло через несколько лет а может быть через пару месяцев сиденья здесь кстати очень удобно они тоже комбинированная ткань кожа хорошо развитая боковая поддержка я по-прежнему здесь не нахожу никаких электрорегулировок сидений потому что все деньги ушли как вы помните правильно на мощный мотор и хорошую подвеску с управляемостью зато нам дали черный потолок и это конечно же опция премиальная зато у нас диодная подсветка и светит она очень неплохо я достаточно скептически отношусь к вот этой вот истории по поводу раздельного климат-контроля который имеет большой монитор но кнопки у нас тачскрин но когда ты не имеешь обратной связи и все это нажимаешь ты все время боишься что что-то не нажалось что что-то не сработало что тебе нужно еще раз попробовать и это при том что у honda все нажимается с первого раза нет проблем вот нажал подогрев сидений тут он двухзонный все с первого раза нажимается но я все равно в это не верю я хочу получать обратную связь может быть я старовер может быть для меня предпочтительнее обычные банальные кнопки и какие-нибудь механические манипуляторы простите меня друзья но я по-прежнему считаю что несмотря на то что мониторчик этот красивый он не совсем практичный что касается мультимедийной системы все нормально apple carplay android auto есть камера заднего вида все это звезд с неба не хватает но гарантирует тебе абсолютно комфортную и современную жизнь внутри автомобиля и безусловно кое-кто может задать вопрос а почему же здесь нету цифрового щитка приборов я такой вопрос бы тоже задавал но мне вот эти вот красивые под хрусталь аналоговые приборы почему-то нравятся и также мне нравится как меняется цвет в зависимости от того с какой скоростью ты едешь вот начинаешь лупить и сразу у тебя циферблат окрашивается красный цвет потому что ну прям ты на кориде также неплохо у нас звучит мотор это конечно не в шесть не в восемь это конечно не три не три с половиной литра но вы знаете в этом есть агрессия вот этот звук на высокой скорости на высоких оборотах где-то там четырех тысяч он мне нравится он появляется вовремя он появляется ровно настолько чтобы ты почувствовал что из этого автомобиля бьет жизнь что этот автомобиль способен на поступок что это не какой-то овощ который в любой экстренной ситуации может сделать только одно может начать тормозить потому что у тебя нету мотора у тебя нету педали газа когда ты нажал на эту педаль газа и ты из какой-то проблемной ситуации уехал именно для этого нужны мощные моторы не для того чтобы как идиот где-то поймать крышу или собрать отбойники а для того чтобы у тебя была альтернатива не только тормозить но и нажать газ и решить какую-то проблему которая экстренно возникла на дороге ну и конечно же конечно же эмоция потому что автомобиль кроме практичности кроме утилитарности кроме каких-то простых функциональных вещей обязательно должен дарить вам какое-то удовольствие от езды особенно когда этот автомобиль уже начинает стоить например тридцать три тысячи долларов как это делает хонда и черви и сейчас огромное количество людей начнет цокать языком и говорит то не ну то сто восемьдесят всего лошадин то не ну не ну понятно но это дорого это дорого мы не будем вот собрать ребята они те ли это люди которые на прошлом тест драйве говорили то нет то за двадцать висим тысяч долларов вот цей двигун сто тридцать кинских сил и даже когда мы говорим про базовые черви за двадцать четыре тысячи вон и теж казали це дорого нам за ци гроши мы хочем у шоб была велика потужность нет ребята не может так получаться в современном мире либо вы получаете мощный мотор получаете быстрый автомобиль за который надо платить либо вы ездите на овощах других вариантов нет конечно можно пытаться каким-то образом ломать систему но вы знаете в современном мире где каждая компания смотрит на конкурента и повторяют его все движения и предлагают такие же моторы такую же мощность в таком же классе никто не предлагает даже корзама на полметра больше чем у конкурента потому что все стремятся получить максимальную маржинальность за свой автомобиль поэтому вот все кто кричали нам нужна honda с нормальным мотором вот хонда с нормальным мотором тридцать три тысячи пришел купил и больше не говоришь о том что хонда уже не та у хонды уже нету тех моторов вот та хонда пожалуйста просим когда-нибудь хонды кстати вообще была дешевая я вот не припоминаю хонда за свою хорошую технику всегда просила нормальных денег но опять же друзья давайте сравнимся с европейскими аналогами все что сегодня вы получите хонде и черви спорт за такие деньги вам будет очень трудно то же самое получить в каком-нибудь европейском автомобиле конкуренте потому что те хотят еще больше конечно я уверен что сейчас когда вы услышали цифру тридцать три тысячи долларов все скатится к истории а давайте посчитаем этом в битках вот за эти деньги мы купим вот три раздолбанных бмв и потом из этих трех сделаем одну классную тачку и она будет лучше или давайте купим 12 блях на эти деньги и все будет у нас там по числу апостолов машин на каждого человека и вот 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 это все дорого ци дорого честно говоря ребята мне кажется что хонда сделала и черви спорт для того чтобы всех вас потроллить я уверен что они не планируют продать какое-то грандиозное количество хонды и черви спорт на украинском рынке и нажиться на вас всех я думаю что продажи будут штучные и также я считаю что хонда сделала вот такую версию просто показать что она умеет это делать просто чтобы показать что у хонды есть хорошие быстрые моторы и даже обычный кроссовер может рулиться как очень приличный автомобиль если вещи которые меня по-прежнему раздражает в хонде и черви конечно конечно есть мне очень не нравятся коробки вариатор и это самое севете вариатор семью фиксированными скоростями установленного и черви да ну как бы все нормально есть даже подрулевые лепестки машина вместе с этим вариатором разгоняется сам этот вариатор скорее всего надежный и понятное дело он стоит дешевле чем какой-нибудь семиступенчатый автомат но тем не менее я бы хотел чтобы у хрв спорта была нормальная автоматическая коробка на восемь или даже на десять передач вот это была бы конечно совсем пушка ракета пушка гонка но понятное дело я думаю что цена начала бы шкалить уже сильно заоблачно много ли бензина живет хонда и черви спорт тут ребята все зависит конечно от манеры езды вы помните что здесь так вы помните что здесь турбо и это означает что если вы спокойно плавно едете дать где-то до трех тысяч оборотов у вас расход может быть семь с половиной литров когда вы начинаете лупить когда включается турбина когда включается в когда вы начинаете ехать выше четырех тысяч оборотов понятное дело машина начинает пить бензин может ли это быть двенадцать литров может может ли быть тринадцать может пятнадцать нет невозможно столько она в принципе не может сожрать средневзвешенный расходные червик когда вы кое-где экономики кое-где лупите я думаю в районе восемь восемь и шесть литров на сто километров пути сейчас мы кстати обязательно это сделаем на бориспольской трассе проедем со скоростью девяносто километров в час и на бориспольской трассе поедем со скоростью сто тридцать километров в час для того чтобы понять расход точно так же мы поступим и с рейс лоджиком несмотря на то что у нас зимняя шина и не очень хорошая погода за бортом мы все-таки разгоним hrv спорт для того чтобы понять ее реальный разгон но и самое главное мы сегодня даже померяем шумоизоляцию в этом автомобиле потому что приобрели специальный прибор который теперь будет помогать нам рассказывать про шумоизоляцию не на уровне ой мне кажется что вот там нам больше ничего не будет казаться мы все увидим вы все уже знаете что мотор у хонды и черви спорт турбированный его объем один и пять мощность сто восемьдесят две лошадиные силы крутящий момент двести двадцать ньютонов обещанный разгон до сотни восемь и шесть но даже в не идеальных условиях хонда улучшила свой результат до восемь и четыре и это никакая не сенсация потому что марка специально так делает вот хоть убейте меня но я в это верю хонда всегда занижает свой разгон до сотни для того чтобы клиенты были довольны что касается расхода на скорости 90 километров в час это шесть литров ровно при скорости 130 7 и 9 8 и 2 литра бензина на 100 километров пути также мы опробовали шумомер который расположили на уровне лица переднего пассажира и выяснили что на 60 километров в час это 63 и 7 децибел на 90 65 и 6 на 130 72 и 4 ну понятно приблизительно я имею ввиду что разные были значения когда мы все это снимали много это или мало забегая наперед мы готовим к выпуску тест-драйв нового с-класс и уже знаем что на скорости в 90 километров в час уровень шума в салоне премиального седана 57-60 децибел так что для не премиального кроссовера с вариатором 65 или шестьдесят шесть децибел это очень неплохо я параллельно делаю сравнительный тест ситрайна c3 и опеля корса и буквально вот только что пересел задних сидений этих автомобилей на задние сиденья хода и черви и у меня такое впечатление что меня пересадили в с-класс или в хонду пилот или еще что-то более монструозное потому что я вот сел на заднее сиденье много места для ног есть место для головы у нас модная черная крыша мы включаем у нас диодные подсветочки да что тут говорить у нас есть модный подлокотник он конечно выглядит несколько кургузым но тем не менее он есть передние сиденья настроены под меня я не жульничаю там не ездить никакой не гном а не какой-то специально обученный карлик нет там все настроено под человека с ростом метр девяносто и именно поэтому там вот для роста людей спереди есть специальная выштамповка для головы сзади она не нужна потому что места все таки достаточно в правильных местах у нас накладки из кожи эко-кожи ну как бы я не то чтобы счастлив от того что на картах дверей вот такая вот конюшечка но хонда утверждает что на этой тканюшечке отмывается все что угодно ну и понятное дело я остаюсь в перманентном восторге от того как сделаны специальные сиденья в хонде вот таким образом сложили и получили дополнительное багажное место притом если вы заметили сиденье складывается и раскладывается просто элементарно когда поднимаешь оба этих сиденья то у вас вот реальное место для перевозки какого-нибудь гигантского холодильника кондиционера ну в общем для какого-то крупногабаритного груза и конечно от этого ноу-хау хонды я тащусь везде и постоянно где его нахожу в общем задние сиденья и черви very nice very good i like it so much в общем ребята вы смотрели программу две лошадиные силы и вот прям сейчас я хочу еще добавить елки какую классную кожаную оплетку они сделали на этом руле хочу себе в ниссан вот точно такую по тактильным ощущениям но просто на двенадцать баллов молодцы вот отлично подобрали материалы хотя они не везде дорогие и не везде ну вы знаете фирма фирмой ну дизайнеры все-таки стараюсь так вот вы смотрели программу две лошадиные силы вместе с вами мы тестировали конду и черви спорт и теперь давайте устроим в комментариях настоящий холивар тридцать три тысячи долларов за такой мотор это дорого или нет давайте подисклипировать